Привет, мои джеребятки, я Пончо и добро пожаловать на мой канал. Лето уже наступило, а это означает то, что я смогу почаще выпускать для вас видео. Думаю, для вас это очень хорошая новость. А теперь вернемся к иноблогу. Те, кто подписан на мой телеграм-канал, знают, что я и Мальта попробовали себя в кроссе. Ну а точнее, я просто начала заниматься в жилете для кросса, а так-то мы просто прыгаем обычный барьер. Но сегодня я решила, что нужно погрузиться в кросс с головой. А именно, я опять поеду на выездную тренировку, но только с Мальтой. Поедем мы в конюшне Золотого Листа, потому что сейчас там имеются свободные деньги в аренду, а также на территории имеются барьеры для кросса и места для того, чтобы там их проходить. Пока наше путешествие не началось, хочу вам рассказать еще одну новость. Шани теперь не моя лошадь. Сейчас я вам все объясню. В последнее время коневладение тремя лошадьми стало для меня некой абузой. Я начала понимать, что я не успеваю уделять нужное количество внимания всем своим трем лошадям. А еще на продажу меня потолкнуло то, что я поняла, что выездка все-таки не мое. Плюсом я стала понимать, что двух коней мне хватает по горло. Надеюсь, после этих слов вы не станете меня осуждать. И к тому же каждый совершает ошибки, и моей ошибкой стала покупка третьей лошади. Разбавим нашу грустинку тем, что Шани останется в нашей конюшне. А все потому, что Шани купила мой тренер. У нее есть хороший конкурный жеребец и выездковый мерин, которому скоро будет пора отправляться на пенсию. И она начала искать замену своему выездковому мерину. И этой заменой стала Шани. Я рада, что Шани попадет в руки моего опытного тренера, и там она точно расцветет. Сейчас я поняла, что пока я точно не буду брать себе третью лошадь максимум, если только в аренду. А сейчас вернемся к нашему путешествию. Приехав пораньше на конюшню, я отправилась к Мальте. Вывела Мальту на развязке для того, чтобы смахнуть пыль, которая накопилась за ночь, и одеть транспортировочные нагавки. После подготовки к перевозке, мы отправились на улицу, где нас ждал коневоз. Мальта у меня побаивается коневозов, поэтому мы заходим потихоньку, чтобы она поняла, что здесь нет ничего страшного. Кобыла, смотри, здесь нет ничего страшного. Давай, пойдем. Ай, браво. Еще немножко. Давай. Хорошо. Смотри, здесь нет ничего страшного. Ай, браво. Очень хорошо двигаешься. Давай, чуть-чуть, чуть-чуть. Прекрасно, превосходная кобыла. Приехав на конюшню, мы начали выгружаться. К счастью, Мальта боится только заходить в коневоз, а выходит она из него с удовольствием. В аренду я решила взять летний денег, так как сейчас на улице тепло, и мы не планируем здесь оставаться надолго. Снимаю с нее транспортировочные нагавки и оставляю отдыхать. А тем временем я решила пойти и посмотреть на лошадей, гуляющих в Ливаде. Как вы можете заметить, погода сегодня пасмурная, но слава богу, к моменту нашей тренировки все распогодилось. Кстати, сегодня тренироваться я буду не одна. Со мной на плацу будет моя тренер Ника. Да, Иваню послышалось, я наконец-то нашла окошко у своего тренера. Найти свободное окошко стало для меня очень большой удачей, так как сейчас Ника очень занята и времени у нее для меня нету. Слава богу, у нее есть опыт в кроссе, она с радостью поделится им со мной. Пока я смотрела на гуляющих лошадок, полчаса прошли как одна минута. Я переоделась и пошла готовить Мальту к тренировке. Как только я закончила чистить Мальту, Ника приехала на конюшню. Я ее радостно встретила, мы немножко поболтали и я дальше пошла собирать Мальту, а Ника пошла ставить маршрут на плац. Полностью готовой к тренировке отправляемся на плац. Там нас ждет достаточно интересный маршрут. В этом маршруте имеются барьеры как и кросса, так и конкура. Барьеры в этом маршруте не превышают 130 сантиметров. Мы зашли на плац и мне оставалось только сесть на Мальту верхом, так как я заранее уже затянула подпругу. Я села и мы отправились шагать на стенку. Пока мы шагали, Ника полностью погрузила меня в кросс и рассказала его теорию, а также подробно рассказала о всех барьерах. После Никиных объяснений мы с Мальту еще немножко пошагали перед рысью. Разомнувшись на шагу, мы перешли к рыси. На Руси Ника мне уже не объясняла теорию про кросс, а говорила о некоторых моих ошибках. Меня обрадовало то, что у меня есть только две ошибки, которые очень легко исправить. На Руси я, конечно же, с Мальтой делаю вальты вокруг барьеров и не только. Просив, мы делаем переходик в шаг, чтобы подготовиться к галопу. Пока мы шагали, Ника воспользовалась этим моментом и еще раз рассказала мне подробнее про барьеры и про кросс, чтобы я не допустила много ошибок. Хорошо отшагавшись, мы сделали переход в галоп. По команде Ники мы с Мальтой крутим вальты вокруг разных барьеров. Продолжение следует... Продолжение следует... Перед тем, как начать прыгать, Ника подозвала нас к себе, чтобы подробнее рассказать о нашем маршруте и рассказать, на какие барьеры мне надо сначала заходить. Для начала нам нужно было преодолеть барьер высотой 7 сантиметров для разминки. Отпрыгав разминочный барьер, мы перешли к более высоким. У Мальты сегодня было хорошее настроение и она даже не боялась стыков и различных украшений для барьеров. Преодолев конкурные барьеры, мы перешли знакомиться к кроссовым барьерам. Так как Мальта никогда не видела этих барьеров, я подводила ее к каждому барьеру, чтобы она подробно с ними ознакомилась и не боялась их. Первый барьер мы прошли успешно. Ай, браво, умничка! Второй барьер для меня был очень интересен, потому что он был достаточно широкий и я боялась, как бы Мальта об него не спотокнулась. Мальта тоже удачно его преодолела, правда заход у нас вышел не очень ровный. Ну ты че, кобыла, все же хорошо было. Да, вы сами увидели, что третий барьер у нас вышел с закидкой, но второй раз удачный. После подготовочных прыжков, Ника решила повезти нас на полянку, чтобы попробовать наши навыки в деле. Вначале я начала волноваться, но потом, увидев эту полянку, я поняла, что на самом деле все будет очень даже легко. Мальта у меня впереди планеты всей летела, как торпеда на эту полянку. Нет, ну вот только посмотрите на этот запас. Здесь тоже без комментариев. Хорошо, что несмотря на такой большой запас, прыжки были удачные. Мы отпрыгнули и отправились на плац шагать. Сегодня я очень сильно устала, поэтому я решила, что мы сейчас прошли. Просто пошагаем и не будем делать остановок. Пока мы шагали, Ника решила рассказать о том, как Шане сейчас живет в ее руках. Шане Нике очень понравилось, и она планирует этим летом с ней активно ездить на старты. Также хорошей новостью является то, что Шане полностью поправилась, и теперь она активно работает вместе с Никой. А мне оставалось пожелать удачи новой паре Шане и Нике. Отшагавшись, мы подошли к выходу, я слезла с Мальты, и мы отправились в конюшню вместе с Никой. Субтитры сделал DimaTorzok Так как Нике уже было пора ехать, я быстро одела на Мальту неруздок и пошла прощаться с ней. Надеюсь, я и Ника еще встретимся на тренировке. После того, как Ника уехала, я пошла дальше расседлывать Шане. Быстро расседлала Мальту и пошла готовить ей обед. Ну что ж, мои жеребятки, канамблок подходит к концу, а значит пришло время рассказать вам мнение о сегодняшней тренировке. Пожалуй, начну с Мальты. Мальта сегодня большая умничка, прекрасно отвечала на все мои команды и превосходно прыгала новые барьеры. Вообще, надежды над хорошую тренировку у меня особо не было, потому что Мальта немного пугливая, и я боялась, что она будет очень часто закидываться на страшные для нее барьеры. Но, слава богу, она сегодня была пайнкой. А теперь я вам расскажу про себя. Сегодняшняя тренировка мне очень сильно понравилась. Я была рада попробовать для себя новую дисциплину, особенно с моей любимой кобылой. Также я спустя полгода встретилась со своим тренером на тренировке, потому что на конюшне мы с ней видимся через день, а на тренировке очень редко. В общем, сегодняшняя тренировка была очень хорошей. За такую превосходную тренировку Мальта получила хорошую порцию вкусняшек. До конца видео осталось совсем чуть-чуть, поэтому я вам напоминаю про свой телеграм-канал и сообщество Лука, ссылочка на них в описании. А с вами была Пончо, и до новых встреч!